В этом выпуске Тугры речь пойдет о Крымском хане, который сумел всего лишь за год восстановить экономику Крымского ханства после разрушительного похода фельдмаршала Миниха. На смену престарелому Каплану Гираю в 1736 году пришел старший сын героев Рудского похода хана Девлета Гирая II Фетхгирай II. Страна восстанавливалась после неожиданного вторжения фельдмаршала Миниха, отстраивала сожженные города и села, поэтому особых торжеств по случаю избрания нового хана в Бахчисарае не было, да и дворец встретил нового хозяина лишь грудой пепла. На время Фетхгирай удаляется в один из уцелевших загородных дворцов, здесь он сформировал новое правительство и издал закон о демобилизации боеспособного мужского населения, так как ожидалось новое вторжение со стороны русских. Кроме того, необходимо было решить два главных вопроса – предотвратить после разрушения Миниха возможный в зимние месяцы голод и локальные вспышки чумы. Было принято решение выделить из казны необходимые средства на закупку продовольствия и вести карантин. Только после этого Фетхгирай со своими приближенными отправляется за Оркапы к месту предполагаемого вторжения неприятеля. Как сообщает нам крымско-татарский историк и одновременно Диван Хатиби, секретарь государственного совета Абдуль Кафар Кареми, хан Фетхгирай II был смелым, вспыльчивым и горячим по натуре человеком. В правлении хана Фетхгирай II в крымском ханстве появились первые пороховые заводы. Не успел Фетхгирай прибыть в отстроенную крепость Оркапы, ныне Перекоп. Как пришло известие, Ласси вторгся в Ногайские пределы с восточной стороны и быстрым маршем дошел до города Ениче, современный Геническ. Форсировал Севаш и через Арабатскую стрелку проник на полуостров. Крымский хан часть войска отправил навстречу противнику. Но время было утеряно и Ласси удалось дойти до Карасубазара, предав его огню, а после развернуться и избегая генерального сражения с крымским ханом уйти обратно. К сожалению, на диване главы бейских родов признали военную ошибку Фетхгирай II. Последний сам сложил с себя полномочия хана, предложив собранию снова избрать его дядю Мингли Герая II. Ровно год Фетхгирай был ханом, а после удалился в родовое имение на Балканах в Чакулы. В 1745 году он умер. Ему было 50 лет. Фетха Герая II похоронили на кладбище при мечети Айас-Паша.